Фестиваль уроки режиссуры Его феномен, конечно, заранее, я думаю, что провальный, мы не сможем понять его феномен, но, тем не менее, мы попытаемся. И с Дмитрием Анатольевичем Крымовым, которого вам не надо представлять. Я вчера спросила человека, который очень-очень много лет знал Боровского и вырос с ним на одной улице, Пушкинской, в Киеве, Юрия Роста, что помимо грандиозного таланта было самым существенным в личности Давида Григорьевича. Он так честно и пространно подумал и сказал, пожалуй, недоверие к режиссёрам. Давид Григорьевич так художественно не доверял режиссуре, что создавал решение сам. И, наверное, поэтому эти решения невозможно ни скопировать, ни подделать, ни даже подворовать, как это часто бывает у сценографов. Да, Дим? Невозможно подделать решение «Дома на набережной». Невозможно подделать три стога, которые опускаются в финале «Дяди Ивани», бросая огромный обратный свет на всю перспективу пьесы и событий. И невозможно подделать занавес, великий занавес Гамлета, из-под которого выплывло всё наше поколение и отчасти легенда про любимого, то есть в огромной степени легенда про любимого. Потому что этот занавес олицетворял не только истиннор, не только советское государство, не только тоталитарное насилие, а всю стихию зла, которая существует в мироздании. Великое решение. К счастью, занавес цел, жив и хранится в Пахрошинском музее. Мы, конечно, привычно считаем, что главный в мире театра – это режиссёр. Но именно сценограф делает мир, который строит режиссёр, осязаемым, вещественным и для нас реальным. Вот давайте сегодня попробуем разобраться, как связаны эти две профессии и какую роль, вообще говоря, продолжает играть Давид Львович Боровский. Поэтому мой первый вопрос. Потом вы будете их задавать, такие, какие захотите. Приветствую любые дерзкие и неожиданные. Поэтому первый вопрос. Скажи, пожалуйста, Дим, в чём состоит урок Боровского для тебя лично? Я абсолютно не лектор, тем более про Боровского. Я буду очень вам благодарен, вы мне очень поможете. И себе, может быть, тоже. Если будете задавать вопросы, просто параллельно, не ожидая, пока я закончу одну мысль, прямо перебивайте и задавайте вопросы, чтобы это был какой-то разговор. И ты тоже. Потому что так связано про Боровского. Я вообще в очень большом смущении, потому что стоять в Ахрушевском музее и разговаривать мне про Боровского, про Давида, ну, как-то... Я вообще не хочется отойти с того места, где я сейчас нахожусь, очевидно, но вот куда-то назад, потому что я, ну, Боровский, это Боровский. Я почему-то сегодня вспомнил, как он стоял у моего детского рисунка в нашей квартире. И я не помню, кто папа или мама. Я был в другой комнате, они говорят, иди сюда, иди сюда. А он там был в большой комнате с папой. Наверное, мама пришла. Он так стоял у моего рисунка, вот он висел здесь, а он так опёрся. Эта картинка почему-то. Я даже не очень знал, кто такой Боровский. У меня было, наверное, лет, не знаю, 14. Я ещё даже в институте не выступил. Так стояло у моего рисунка. Вот я запомнил позу, так опёрся о стенку и смотрел, даже не на меня. И говорят, замечательно, замечательно. Просто это... Это какой-то детский рисунок, он меня до сих пор стоит. Моя мама с кошкой. То есть это было благословение, Дима? Это сейчас всё так кажется. Знаете, сейчас хочется всё сводить к каким-то умным и каким-то формулировкам, когда твой шаг, там, 20 лет назад или 30 лет назад, или что-то слово сказано, имеет значение какое-то. Это всё... Ну, вообще, надо сказать, наверное... Я не знаю, насколько вот... Вы же студент, да? Да! Вообще, вас очень не хватает у нас на спектакле «Борис». Вот я сейчас смотрю с завистью на этот зал и думаю, господи, вот перед такими бы сыграть. Ну, тогда сделай один свободный секретарь. Надо как-то просачиваться. Я не знаю, я вас буду на ступеньки сажать, как-то вопреки правилам, но... Ну, ты нас позовите, мы по аналогам идём. Что? Мы по обкурсам идём, по обкурсам идём, по обкурсам идём, по обкурсам идём. Курс я не смогу, это будет очень заметно. Меня просто выгонят оттуда в шею просто, потому что там такие билеты дорогие, что будет скандал, что я кого-то провожу так много. Я не должен этого делать, но это просто... Это же спектакль критический, антибожевазный. Это должен дать один любительский. Ну да, когда его смотрят, в общем, такие люди... Ну, вообще, не может. Сейчас про что-то я начал. Я тебя спросила, в чем урок Боровского для тебя, но ты скажи тогда, когда ты понял, кто такой Боровский? Урок Боровский очень серьёзный, я всё никак не подступлю к этой теме. Конечно, вот ты задала кардинальный вопрос. Урок очень серьёзный, я, собственно, занимаюсь с моими студентами по... Он никогда не преподавал, понимаете, Боровский. Но что я понял от него, что я принял от него... Я сейчас... Ну, так глупо говорить это всё, это не задача ума. Вот я просто думаю, что такое. Я сейчас читаю его книжку, вот прочитал его, надо сказать, впервые, неделю назад. Вот всю неделю читал. Убегающее пространство. И приносил, приносил на занятия со студентами, и говорю, смотрите, я вам говорю здесь, а он пишет, вот это же здесь. Я вам говорю это, а это пишет, да. Это удивительным образом совпадает. Я, вот сейчас скажу, в чём урок, сейчас скажу, для меня, для меня. Вот когда мы делали с моим папой от Элла, мы сделали его. И мы, я на этом спектакле, мне уже тысячу раз говорил об этом, я работал пять лет. Вот он пять лет мне говорил, ну подумай ещё, подумай ещё, подумай ещё. Наконец-то, в общем-то, нужно было сдавать этот макет. И он говорит, ну давай позовём Давида, посмотрим, что он скажет. А там были две скамейки такие, значит, мы никак не решались. Одна такая, другая такая. Вот какое, как сделать, по нашим представлениям, они должны были быть одинаковые. И пришёл Боровский, так посмотрел, вот хорошо, хорошо. А вот какая лучше, Давид, вот эта или вот эта? Он говорит, ну так хорошо, не надо, пусть будет одна такая, другая такая. И ушёл. И у меня как-то сначала чувство облегчения было, вот как-то он, вот тут он как раз благословил. А потом мне папа сказал такую вещь, которую я тогда не очень понял, а сейчас она раскрывается во мне, вот как, как вы знаете, зелёный чай такой есть, который кинешь, а он потом огромный становится. Он сказал, значит, наверное, можно было, как мы с тобой, вот. А можно, как Давид. То есть, чтобы пахло конями, морем, с солью, ну вот, про Кипр, вот как-то вот, про Венецию. Я когда в Венеции после этого, через много лет оказался, мы там увидели, ночью шли, пустой город, канал и крыса. Я подумал, боже мой, вот как мне тогда не хватало, я тогда ходил в библиотеку. Я всю её изрыл, со всего периода, который относится к Отелу, к Шекспиру, к Венеции, всё. Я из книжек составил эту декорацию, исходя из заданий моего папы. А можно вот из живота. И я тогда, даже тогда, не понимая, собственно, как сделать из запаха декорацию, вот из запаха, из чувства, у меня этого не было просто. Я просто упал. Вот я помню это падение. Когда он ушёл, я думаю, ох, боже мой, принял. После этих слов папиных я так, я оказался где-то, я не понимал даже, как туда забраться. Я очень любил то, что он делал. Потому что каждый его спектакль, каждый его макет, который оказывался у нас на столе, я помню, ну, укол, удар. Удар, первый удар, как он приносил турбазу, как он приносил Дон Жоанна. Я просто помню, как он открывал. Это просто был такой же удар был. Он, ну, с любимым этот спектакль делал. И Зори, и Дом на набережной. Сейчас у нас, вот, со студентами мы составили такие, такую, ну, что ты хочешь, чтобы публика твоей работы приняла? И первое, это удар, укол. Это они сказали. Это не я. Вот нужно, чтобы, как бы, работа, ну, как бы тебе бросилась сначала. Что это? Что это такое? В чем это? Что это? Это длинный разговор. Это длинный разговор, сейчас попытаюсь объяснить. Но он идет именно от Боровского, понимаете? Вот, ну, от Левентали идет аристократизм, хороший костюм, умение не впадать в эту театральные дрязки. И, во всяком случае, я его не видел в таком состоянии. А быть аристократом в театре, он показатель того, что Левенталь, можно оставаться... Может, дайте, на секунду перебью. Анатолий Васильевич рассказывал о том, как работает Левенталь, потрясающую форму он вел. Вот он проводит кисточкой и падает капля. Левенталь – тот человек, который успевает ее под холодильник. Вот такое изящество. Да, это вот у Бархина – это ирония, самоирония, юмор, хулиганство. Он то такой, то сякой, неважно даже иногда с каким режиссером. Он просто как акробат, одевая разные какие-то личины, маски. Что театр – это весело. Вот что это такое. Вот у Левенталь – это, я не могу сказать, театр – это весело. Это аристократ. Это, в моем понимании, я как-то видел фотографию... Ах, кого же это? Репин, что ли? В хорошем костюме. Может, это старая фотография у Мольберта, как он пишет. Ну, какой-то классный художник. Да, в хорошем костюме, с бабочкой, все. Мольберт стоит, и он пишет. Вообще так никто не пишет. Усы подкрутят. Вот это вот... В моем представлении это Левенталь. Хотя тоже это Большой театр, краски, все это. Но он остался у меня, как Бархин, так, Кочеркин – это, ну, не знаю, фактура, земля, уркоган. Он вообще уркоган. Если вы читали его книжки, он просто урка. Просто настоящий урка. Вот не образно урка, а просто урка. И он, ну, он как бы воришко был в детстве. Вы читали его книжки, да? Нет? Так прочитайте немедленно. Ангел Лукрук. Просто первое, что вы сделаете. Это Ангел Лукрук, крещеный крестами. Это великолепная литература. Великолепная. Вы просто много... Там просто удовольствие и просто много памяти. Он воришка, он ворточник, он в поездах. И от него это веет, вот этим вот каким-то коренастым, узловатым пацаном, который перешел к Товстоноговой. У него есть замечательное там место. Это все подход к Борусскому, между прочим. Надо знать, из какого... в какой компании он был. Это была элита. Это была элита. Когда мы вот начинали работать, вот, несколько человек, ну, наверное, много, то они для нас были... Ну, вот как вы в церковь ходите, иконостасы, вот, слава Богу, они все были живы. Ну, вот, это Петр, это Павел, это Андрей. Это вот такие люди просто. И Боровский стоял ближе всего, если не в центре. Это только история сейчас показывает, что он, может быть, даже в центре. А что у него... Вот, не знаю, из желудка это все, из желудочным соком пишется. Я вот сейчас... Извините, что я все репута про себя, потому что, ну, вы же меня слушаете, Парборовского. Вы кого-нибудь другой... Вы вообще прочитаете книжки, если вам интересно, Парборовская. Замечательная книжка Римма Кречетова, Алла Михайлова, Березкина. Если вы хотите знать, ну, с театровической точки зрения, и вообще глубоко, и все, это прекрасные книги. И его самого. Я могу только через себя это объяснить, потому что, может быть, выглядит не совсем скромно, но... Так уж, если я здесь стою. Я вот студентом в первый же день, театральным художником моим, говорю, что вы знаете, вот в чем особенность того места, вот куда вы пришли ко мне? Это... А сам понимаю, что это от него, вот, какой урок. Чтобы вы свои страхи, свои комплексы, свои потные ладошки, свои стыдливые чувства, свои воспоминания, свои мечты сделали своей палитрой. Чтобы вы работали, именно окуная кисточку, вот во все это. Все остальное, вот весь это дурацкое слово профессионализм, только для того, чтобы уметь это делать. Чтобы из этого делать театр, театральное пространство, спектакли и вообще все, чем вы будете заниматься. Это, вот, если серьезно говорить, то это, ну, такой самый серьезный урок Давида, который я так воспринял, уж не знаю, с какой степенью успех, удача, как бы удача, ну, успешно, успеха. Но это для меня ужасно, ужасно важно, ужасно, что, знаете, вот, я не знаю, извините, что если кто-то слышал, у меня не так много примеров, говорить приходится больше, чем есть примеров, знаете. Но, вот, вот, еще на первом курсе, когда я преподавал первый, сейчас пятый, а сейчас вот когда первый был, я говорю, я тогда не думал о связи с Боровским. Тем более, что с Боровским у нас тогда было сильное расхождение, просто мы не общались в то время. И как-то я зачеркнул этот период, вообще, когда я его знал, я у него работал год, ну, там всякие события, и, в общем, мы не общались, хочется сказать, до его смерти мы начали, мы стали общаться, когда вот я пришел с ним прощаться, он на сцене МХАТа лежал, и Марина меня так, его жена, обняла, что мы все решили забыть, все, что было плохое. Уж не знаю, с чьих сторон, сейчас не будем разбираться. Но, вот, когда, вот, первый курс пришел, у меня 1 сентября мой первый курс, я говорю, я не знаю, как вас учить, вот, не знаю, я не знаю, что делать, давайте вместе как-то подумаем. И одна девочка, вот, кстати, Вера Мартынова, о которой мы говорили, она была самая такая бойкая, она говорит, а давайте в Шарадо, не в Шарадо, в ассоциации поиграем, и хорошо, что такое. Она говорит, ну, вы задайте какое-нибудь слово, а мы будем придумывать, вы у нас что-то поймете больше, чем сейчас. Я говорю, давайте. Толь, почему-то я сказал, толь, это, знаете, такой черный материал, которым кроет крыши, такой, он с блестками, его противно трогать, он остается такие, ну, такой тачно-строительный материал. И они начали... С советского времени. А? С советского времени. А сейчас уже нет, да? Вы не знаете, что такое толь? Да, я знаю. Ну, вы расскажите потом, тем, кто не знает. Переходим к толью. Толь – это материал, черный, с блестками, очень противный, от него потом остается такой осадок, все время иголки от него остаются, потом надо другой. Короче говоря, начались, они-то знали, но это было 15 лет назад, поэтому он, наверное, еще был в обиходе. Они начали потрясающие ассоциации, потрясающие. Стук топора, дача, яблони, там, я не знаю, чердак, плотьма, ну, какие-то вот ассоциации, которые... Я говорю, ну, замечательно, а теперь смерть. И это был полный провал, потому что они начали какие-то белые пространства, стены, какие-то пустыни. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Вот, кажется, я знаю, как вас учить. Говорите о том, что вы знаете. Только. Если вы не знаете, что такое смерть, слава Богу, пока, то вспомните, вы читали все «Трех мушкетеров», вы вспомните, как умирает Портос, вспомните, какое впечатление это на вас произвело, на какой странице это было, где кончался текст, какой кегль был у шрифта. И вообще, вот, цвет страницы и номер страницы. Это и будет ваша смерть на этот период. Вообще, нужно говорить не вообще, а только то, о чем вы знаете. Это вообще, вот, Боровский. Я тогда это все не связывал. Это и есть Боровский. Вот, он свою книжку замечает, «На убегающее пространство», он начинает с каких-то, так многие начинают, но зная его, он раскапывает, не просто вспоминает свою биографию, как он там в Киеве, как он там с тем, как он с Савропаховским. А это корни его творчества. Он так вообще, он оттуда, он вот оттуда, вот как вот, не знаю, папе из Одессы, так как он из Киева. Понимаете? Он работает на своем топливе, которое в него залила природа и случай в Киеве в таком-то году. А потом это только, как бы, унабоживалось, обогащалось. Он, например, рассказывал, как, это тоже, знаете, все имеет отношение к нему, хотя это его рассказ, но не его действия. Он рассказывал, как, а потом эти рассказы, они как-то влияют, не знаю, это очень тонкое дело, одновременно очень простое. Он рассказывал, как они с Савропаховским сделали на дне декорацию. И Савропаховский сидел 18 лет. Он работал в театре Мерхольда и защитил Мерхольда, когда-то его арестовали. Его посадили на 18 лет. Он всегда ходил в бабочки, очень вежливый, очень такой, после этого. Значит, а на дне они придумали, как нары, тюремные нары. И Боровский сделал тюремные нары. Очень хорошая декорация, посмотрите, как-нибудь. Очень хорошая, очень жесткая. Тем более, это было сделано в 60-каком-то году. В 60-каком-то году сделать тюремные нары на дне, это не сейчас сделать. Сейчас можно сделать все, что угодно. Никто не пошелохнится. А тогда тюремные нары в Горьком, в пролетарском писателе, это было круто. Это было сильно круто и сильно опасно. И он рассказывал, как Варпаховский и свои бабочки приходят на сцену. Ты не знаешь эту историю? Фух. А в книжке он про эту пишет. В Боровске? Да. Как он схватился за... И Варпаховский смотрит на эти нары. Так берется за палку. И два скачка оказываются на втором этаже. Слезает и говорит, там на 5 сантиметров повыше надо. Потому что... Потому что у него был опыт лагерный огромный. Он 18 лет это движение делал на этот второй этаж. И вот это и есть Боровский. Я помню, как Боровский рассказал историю. Он к нам пришел, ну, к папе. Он вообще как-то часто приходил, мне кажется. Я его как-то много помню. Он приходит. Первый приходит очень смешной. Он должен был прийти. А мы... А, значит, мама с папой разговаривали, что у него, говорят, нет образования. И что-то такое. Мама купила Рокфор. Тогда ничего не продавалось. Не продавалось в магазине. Было почему-то Рокфор всегда. Она купила Рокфор. И какой-то слух был, что люди с невысшим образованием не любят Рокфор. И когда он пришел, что-то она так тактично, значит. Он говорит, да я не учился нигде. Мы так, опа, переглянулись. Сейчас у нас Рокфора есть не будет, а у нас ничего нет. Он как-то пришел и говорит, что... Он однажды пришел. Я только... Сейчас. И он купил машину тогда. И показывал, как он до нас набирался, где-то заблудился. И он удивительным образом показал знак дорожный. Он говорит, там две стрелки вот так. И показал пальцами вот так. Понимаете? Это две стрелки. Ему легче было показать, чем сказать. Он когда в Амхате работал, он... Я помню его ироническое отношение. Говорит, там легче картошку сделать, чем пойти на рынок и купить. Для него это было просто падением нравов. Просто падением. Или, как он рассказал, он проходил по улице, идя к нам. Два раза по одному и тому же месту с расстоянием в час. И один раз это было из подъезда выносили гроб. С цветами, цветы на улице, все, гроб повезли. Цветы разбросанные. А через час он проходил, цветы еще не убрали. Идет какой-то человек в этот подъезд. И он так посмотрел на цветы, так посмотрел. И пошел в подъезд. Вот это, собственно, тоже Боровский. Это его творчество, понимаете? Потому что... Вот что для меня Боровский? Это вот в зорях здесь тихих женские лифчики на борту грузовика. Вот война. Вот война. Или там, я не знаю, дом на набережной, эти немытые стекла, от которых просто озноб был. Мы их все видим, проезжая, этот дом на набережной. Вот эти модерновые такие, скушенные стекла. Но когда это отделяет прошлое от настоящего, и на овансене такая стена стоит, там прошлое, а здесь настоящее. И это невозможно, это физиологическое действие. Вот немытые стекла, отделяющие прошлое от настоящего. Там была замечательная сцена, как он и она, она в прошлом, а он уже в настоящем. Они так берут стекло большое, так оба растопыривают руки, а там ось, и она начинает прощаться. Это свидание с его любовью, которая в прошлом была. Понимаете, я не знаю, насколько сейчас при обилии наших и всех них изобретений это действует. Вот мне трудно это понять. Это трудно это понять. А вот, знаешь, люстру, которую Александр Боровский, сын Давид Львовича, повесил в Москве петушке, совсем недавно, буквально 4 года назад, колоссальный люстру, который сделал Давид Львович, а Саша ничего не сделал, потому что ее повесил, она состоит из бутылок, вы, наверное, видели это всегда, и просто она дрожит. Я скажу, я скажу честно, на меня это не произвело впечатление. Я скажу почему. Потому что он повесил это через 25 лет, после того, как Давид это придумал. Я видел эти бутылки уже у Миссерера на Бражском квадренале, посвященные венчике и Рафи. Я уже прожил. А человек, который не видел? Думаю, тоже время изменилось. Так нельзя брать оттуда. Поэтому все те примеры, которые я говорю, лифчики на борту грузовика, вполне возможно, я допускаю, что вы... Ну, лифчики, понятно. Как бы я сказал, что Репин бы, я не знаю, или Веласкес, например, мне кто-то специалист по изобразительному искусству, чтобы мы разговаривали про Веласкеса. Он говорит, ну вот Менины, это же картина, вопреки всему, мы ее воспринимаем, как Менины, классика. Помните, с инфантой там зеркало, он там отражается сам. Он себя поставил в центре. Там королевская чета где-то на лестнице, или где-то сбоку. Там вообще какая-то собака, няня. Он говорит, если бы не личное отношение Веласкеса с королем, то эта картина, ну, не проходящая полностью по всем канонам, кто бы не принимал, там кардиналы, всякая смита, ничего, ее бы сожгли бы. Нам это сейчас представить трудно, эту смелость. Нам трудно представить смелость Черного Квадрата. О чем мы говорим? Нас ничего сейчас не может удивить из прошлого. Мы это знаем, как историю археологии. Понимаете? Черепок. А этот черепок сделал такое, что потом вот шло, 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 и пришло к нам. Мы сейчас не задумываемся, что мы сейчас живем в Черном Квадрате, едим из Черного Квадрата, ездим на Черном Квадрате, и вообще внутри этого Черного Квадрата, уже давно. И что это такое было тогда? Вот что такое Боровский был тогда? Театр очень быстро меняется. Он меняется быстрее, чем архитектура, музыка. Это просто вот сегодня, это не то, что вчера. Но не так быстро, как время. Хороший театр так же. Вот в этом и смысл хорошего театра, чтобы он менялся, как время. Время тормоз, он тормоз. Время... И он... В этом и есть. Он всегда понимал, Боровский, Давид Львович, он всегда понимал вот это чувство времени, он кожей его чувствовал. Он никогда не делал... Ты считаешь, этому можно научиться? Можем. Этому, ну как сказать, можно ли быть чемпионом мира по гимнастике? Я не уверен. Но можно ли учиться гимнастике? Конечно, если ты хочешь, если тебе нравится гимнастика. Учить этому можно. Нужно отбирать талантливых людей, которые способны на это. Вот в чем суть. Которые способны двигаться в эту сторону. Хорошо бы они еще понимали, но часто они не понимают, куда приходят, но в них сквозит этот дар. В некоторых. Я не уверен, что нужно тратить время. Во всяком случае, это сложнее и, может быть, безнадежнее. Во всяком случае, ну, это дело сомнительное. Но можно, конечно, балету обучать. Если ты не пенобавуш, который использует просто, ну, тела и ставит с ними хореографию, то, ну, взять толстого мальчика, еще и нездорового, и учить его, ну, конечно, можно. Но это другая профессия. Это скорее социализация какая-то, а не балет в том смысле, в котором я говорю. Так и этому. Этому можно учить. Во всяком случае, у меня иногда вот с моими ребятами такое чувство, что я... Я не знаю, насколько я художник. Мы к макетам приближаемся довольно поздно. Может быть, даже это ошибочно поздно. Но мы столько время тратим на то, чтобы вот почувствовать мир, себя, время. Какой-то рефлекс должен быть. Это должно быть на уровне рефлекса. Просто на уровне рефлекса. И это тоже, вот Боровский, он никогда не делал... Значит, может, меня что-нибудь спросите? А то я как-то зацепился. Да, давайте спросите что-нибудь. Хотите? Нам очень интересно, что вы говорите. Не прерывайте вашу речь. Он, понимаете, он... Не знаю, скорее на примерах. Знаете, вот уже вот там в последний год его жизни его Адольф Шапера пригласил... Попросил его, не пригласил, а попросил его. Что значит пригласил Боровского? Попросил его оказать ему честь, сделать в Киеве, там какой-то был концерт или что-то, годовщину Баби-Вояра. И как он среагировал на это? Вот первое, что он сказал, в эти 90-е годы, когда все коммерциализировалось, уже тема евреев, она как бы отошла временно, наверное, на второй или на третий план. Он говорит, ну ладно, но условия у меня есть. Он говорит, какое? Со страхом спросил Адольф. Он говорит, ну бесплатно я буду делать. Вот это сейчас тоже трудно понять. Это были 90-е годы, когда люди выносили, ну это было все толкучка, вся Москва была эта толкучка. На Кузнецком мосту, я помню случай, не видел его, но он был просто вот в день, когда я это помню, машина, она не могла проехать через эту толкучку, и она начала так медленно пробираться. Так в нее начали стрелять те же люди, которые продавали, у них еще было оружие. Они продавали какие-то свои там салфеточки, статуэточки, а она им мешала, эта машина, заниматься делом, потому что надо жить было. И вот он в это время сказал, бесплатное дело. Не потому, что у него было много денег, какого-то салфеточки. А второй, он придумал грандиозную вещь, он предложил ее, он не успел ее осуществить, это не было осуществлено. Вот сидит концерт, и два экрана, вот так, вот так и так, и по ним здесь земля, так. И все. Ну, вот я не знаю, понимаете, во всем я вообще? Какое-то животное, животное чувство жизни. Вот через пять лет, или через десять лет, по-другому, все меняется, ну, может быть, не каждый день, но, знаете, как-то вот, когда вот, по-моему, с Крымом эта история произошла, это было летом, по-моему, а осенью я пришел и начал смотреть свои спектакли. Ну, тогда я ходил на все свои спектакли и думаю, что такое, что такое, что-то изменилось, что-то изменилось, вот ток другой, публика по-другому, хотя лица те же, ну, в смысле, такие же, но я подумал, ой-ой-ой, что-то надо делать, потому что вообще изменились условия, надо какой-то сделать, надо его почувствовать. Время новые смыслы вчитывают, коротясты вчитывают новые смыслы. Но, как знаете, у Станиславского есть потрясающее письмо Немировичу, по-моему, 19-го года, они играли три сестры, еще вот, уже у них там 15 лет, они играли три сестры. И он Немировичу, ну, Чехова уже не было, естественно, пишет, что, Владимир Иванович, надо спектакль снимать, потому что мы пережили за эти годы столько, что какое-то слово там было не неудобно, а как-то стыдно смотреть на мучения полковника, который должен покинуть свою даму. 19-й год, посмотрите, когда кровь лилась рекой. Вот этот гениальный человек это все почувствовал, и любимый Чехов его, и любимый спектакль, и любимая роль. И он испытал стыд на сцене, когда он прощается с Машей. Другие формы, другие формы нужны. А ты можешь немножко рассказать о том, как он был личностью? Эти цех сценографов, вообще особенный совершенно цех, вот Оксана Ермольник в первом ряду сидящей, не даст мне соврать, это же такой цех все-таки особого ремесла, и люди, которые занимаются сценографией, они такие, у них больше братства, чем, например, в режиссуре, которая такая очень отдельная профессия. Я так надеюсь, что, во всяком случае, так считается, что сценографы, которые занимаются ремеслом и знают, что такое материя, дерево, железо и так далее, они как-то более спаяны. И даже в этом цехе, сложнейшем, Давид Беовича назвали Рэбе, потому что ему такой образец как бы мудрости тотальной. Это вот что-то, как ты считаешь? Ну, я вот два примера, мне легче примера, чем теоретизировать. Теорию прочитаете у Михайловой, Кречетова и Березкина. Хотя, может быть, там эти примеры, но эти два не... делали «Пристегните ремни» на Таганке. Я тогда там работал на практике. Ну, так, каждый день. Таганка такой... Театр нервный такой был. Ну, просто нервный. Ну, еще бы. Такой супер нервный. На этом как бы было построено многое. На принципиальной нервности. А он где-то был в Италии, Давид. И там, это так делать, так делать, это так делать, и все суетятся. Ну, театр же это, Господи, Боже мой. Кинь сомнений, и все начинают это обсуждать, лишь бы ничего не делать. Или лишь бы там показать, что ты тоже знаешь как. И вот вошел на сцену Давид. Я помню это физически, точно так же, как вот он стоял у моей картины. Он был в джинсах, и он просто ничего не... Он так вошел, руки в карман, и он так прошелся по сцене. Братцы, и все сразу успокоилось. Я не знаю. Мне рассказывали музыканты, наши знакомые, и я говорю, что такое вот дирижер? Потому что они анекдоты много рассказывают, они их вообще не любят. Дирижеров вообще не любят, потому что они получают намного больше денег и командуют. А эти сидят, и, значит, там, особенно во втором, третьем и в десятом ряду, значит, напиливают свои скрипчики. И вдруг он говорит, знаешь, такой хороший дирижер, и назвал имя, я не помню сейчас, не помню. Он опаздывал, а эти уже начали играть на репетиции. И, ну, играют, как играют. И вдруг, я вижу, он так сидел, что видит, он вошел с самолета, он вошел, и стоит слушать, как они играют. Они его не видят. Говорит, они начали играть лучше. Вот это произошло на моих глазах с Боровским. Я такое видел еще, знаете, это не, ну, как вот люди изменяются. Мы как-то были во Флоренции, по-моему, и зашли в какую-то церковь, и там какая-то комната, все, нужно было заплатить, там что-то, какая-то специальная комната, вот думаем, что такое. А там лежит каменная женщина такая, гробница, с потрясающим лицом, без мрамора, потрясающе. И мы так сели, и вошли американцы, в шортах, веселые, ну, не с Кока-Колой, там нельзя, но все-таки, ну, такие веселые, четыре человека. И мы увидели, как за десять минут они точно так же сели, как мы, замолчали. Она их сделала просто на раз. Просто. Мертвая женщина сделала четырех американцев. Просто это было, кино надо было снимать. Вот его приход на сцену. Каменная притом. Каменная притом. Каменная. Искусство. Покой. В нем был покой. А второе, я видел его не в покое. Но в Амхате я делал макет его спектакля, который он в Амхате делал. И мы как-то шли, он шел впереди, в мастерских, в столярных мастерских. А там шкафчики, шкафчики рабочих, столяров. И один открыт. И там вдруг он видит Сталина на той стороне. Ну, как у водителей, знаете, там на ветровом стекле. Что с ним здесь? Он молча. Чужое. Это чужое. Он кинулся туда, сорвал. Фазел. Я сейчас думаю, побьют. Это же столяра. Нет. Хозяин. Он имеет право. Не знаю почему-то. Он к нему веял каким-то. Правом. Да. Вопрос. Да, пожалуйста. Какая разница между сценографией и декорацией? Это первый вопрос. И второй вопрос. Я учусь на актерском актерском актере. И сценография это более для зрителей. И это ставится для того, чтобы актерам помогать. И, соответственно, актеры должны использовать сценографию или декорацию, чтобы действовать. Картик, для чего ты живешь? Давид часто мешал актерам. И в этом была прелесть. В Амхате, например, какой-то спектакль. Ну, в Малом театре он делал, я помню, какой-то спектакль про войну. Но Малый театр и война, в смысле, актеры Малого театра и война, это две вещи несовместимые. Они в покое находятся. А война, это все-таки беспокойное дело. А что он сделал? Он снял планшет сцены. Они должны были ходить вот так вот, там провал. Я подумал, ну, гениальный ход. Просто одним движением вынул у них уверенность из-под... В чем разница между сценографией? Я не очень люблю это слово, поэтому это такое, знаете, как дизайнер-сценограф. Мне больше нравится художник. По-моему, дизайнер, это что-то рядом с оформительством. Ну, может быть, я ошибаюсь, это дело вкуса. Актерам помогать, помогать, помогать надо зрителю. Почувствовать. Надо понять условия, в которых здесь что-то должно происходить, чтобы в публике почувствовали что-то. Это каждый раз и есть секрет. Это нет одного рецепта. Это каждый раз, это и есть изобретение. Это атмосфера, конструкция, декорация, если она нужна, или ее отсутствие. Вот он придумал, я сейчас как раз в этой книжке прочитал, он когда придумал Иванов в Амхате с Ехребовым. Ну, это известная декорация, помните, такая пустая, с ветками на, апплицированными на... Это тоже, когда я увидел этот макет, я просто обалдел, насколько это драматично. Это даже в театре было менее драматично, потому что там все-таки ветки-ветки, они маленькие, ну, не такие большие. А здесь он просто нарвал веток, и просто их вот... Это какой-то ядерный взрыв был в макете. Ядерный взрыв в русскую усадьбу. Это просто ветки, которые часто видишь в усадьбе за ветвями. И идеей была его, что пустая сцена. Он как-то в словах Ефремова уловил, что Россия это большое пространство, и пришел отказываться, но сказал, что подумает 10 дней. Ему как-то запало это. И он сделал пустое пространство. И там не должно было быть ничего, вот ни стула. Ну, хат тогда еще, тогда это хат, значит, Смоктуновский хотел сидеть, там Зуева хотела сидеть, и там появился там стульик-стульик, вопреки его идее. Но, что я запомнил из этого спектакля, это была пустота, которую обограл не любивший эту декорацию Смоктуновский. Он говорит, декорация хорошая, но не для актера. Так там написано, это его воспоминания. Но, когда он играл Иванова, когда он в какой-то черном состоянии своем, в смысле Иванова самого, он вдруг как лось начал бегать вот так, высоко поднимая ноги, начал нарезать круги вот так по сцене, по пустому пространству. Вот это запоминается так же, как, я не знаю, но бывают спектакли с какими-то ключевыми вещами, которые так врезаются и становятся, знаете, как, ну, твоим багажом каким-то душевным, как будто ты, ну, ты при чем-то присутствовал вот при таком серьезном, вот это выражение, вот этого нерва, и что, поговорить-то не с кем. И он не может ни с кем поговорить, Иванов. И он молча, вот так вот, просто как лось, высоко поднимая свои ноги, просто как, как, это было в тишине, по-моему, даже мне казалось. Вот пустое пространство сыграло. Если вы не читали, то почитайте и посмотрите, хотя, конечно, спектакль не существует на пленке, артисты доганки рассказывают и пишут, что когда работал занавес, занавес работал на зал. Представьте себе, занавес, свет из земли надвигается на вас. Тогда это было очень мощный такой посыл в этот зал. Но и они, которые стояли за занавесом, очень хорошо чувствовали этот ритм и нерв, который нес занавес, и, конечно, сразу их мобилизовало, мобилизовывало. В этом очень многие говорят. А вот, если хотите, знаете, я принес, ну, пока вы думаете над вопросами, вот, нашу работу со студентами. Вот все то, что я делал, это имеет отношение к нему. Для меня была бы честь принадлежать к этой цепочке, где он там, а мы тоже здесь. для меня была бы честь. Затем написано «Первый курс». Начинай. Это первый курс, да. Это вот мы полтора месяца уже учимся, но, скажем, сейчас я какую-нибудь выберу. Ну, я вам несколько скажу просто. Знаете, все ведь, я сначала очень пугался, это все в упражнениях. Вот если ты хочешь там на кольце, ну, на брусьях или на кольце вот так, надо тренировать эту мышцу, эту мышцу, эту мышцу и эту мышцу. Для этого, для этой мышцы есть такое упражнение, для этого такое. Когда ты их, соответственно, нарастишь, у тебя получится вот это вот, как у потрясающих гимнастов, которые непонятно, как это делают. И это специально, я не уверен, что я ее постиг абсолютно. Это очень интересно придумывать упражнения и задания, чтобы такие буры, знаете, это как буры, которые бурят, да, только бурят их душу, чтобы вот там были дырочки и потом бы это все пропиталось их соком, чтобы это не были слои независимые друг от друга. Это все должно работать система, система душа, мозги и рука. Вот эти три человека, это такое святое семейство, которые должны работать одновременно. Этот должен учиться, а этому тоже нужно учиться. оттуда спросил что для, что в чем его как бы урок. Ну, для меня это в том, что я сейчас делаю, ну, не только сам, но вот с ребятами. Например, я, например, начал с того, что даю предмет, значит, нужно его как-то развить воображение, показать, кто его родители, кто его друзья, откуда он родом, и какая его мечта, какая его потенция, какая его смерть, этого предмета. То есть, научиться видеть за предметом ассоциативный ряд, который за ним стоит, создавать его. Если даже он не стоит, создавать его. Ну, там мы в шутку говорим, что я говорю, что вы должны так себя надрючить, что вот смотря на дверную ручку, вы должны заплакать. Потому что вы должны знать, что вы должны придумать такую систему, координат, где она не дверная ручка, а она в системе находится. И система это вы. Любой предмет, любой человек, любое действие, любое пьеса, любое явление, любое вообще все находится в центре вашего, или на какой-то карте вашего мироздания, где есть север, юг, восток, запад, мужчина, женщина, собака, кошка, белая, черная, длинная, круглая, рождение, смерть, старость, и так далее. Это вот все вот это вот, вот это в связи с вот этим. И если вы это сделаете, мне, вы откроетесь, вы откроетесь, вообще цель-то, в общем-то, самовыражения. Вряд ли кто-то идет на художника или на актера, чтобы выразить Чехова. В общем-то, хотят выразить себя. Но нужно с Чехова, как подкиднуть, на ваших ступнях должна быть пыль от этой доски. Не прыгайте в стороне. Нужно прыгнуть, и если вы делаете Чехова, с Чехова, вот дальше посмотрим, куда вы прыгнете, и как вы нырнете. На вас должна быть вот это, ну, куски Чехова, понимаете, его идеи, его атмосфера, его сюжет, все, что хотите. И от того, что вы сделаете, вот от того, какой кульпит вы сделаете, прыгнув с Чехова или с Толстого, это и будете вы. И таким образом, ну, грубо говоря, вы останетесь в истории искусства, или вы просто будете шабашить в театре, ну, как, просто миллионы людей. Вот сейчас, значит, вот я им дал очешник. У меня почему-то за жизнь скопилось, я их почему-то не выкидывал. Они выходят из строя, а почему-то они у меня все время в кармане, пока я не купил вот этот вот, ну, и вблизи, очень удобно оказывается. Ну, вблизи и вдаль, это одни очки. У меня нет теперь очешника. У меня всегда были очешники. Ты хочешь спросить, что-то про очки? Да много, объясняю. Что? Да много, объясняю. Теперь у меня очешники. Но накопилось много в шкафу. Я думаю, что им дать? Я каждому раздал по черному очешнику. Вот две работы, например. Значит, девочка положила на стол очешник. Очистить надо стол и положить очешник. И включила, ну, диктофон, который... А, нет, она начала читать. Она начала читать текст, и я понял, что это завещание Гоголя. Завещание Гоголя заключается в том, чтобы не верили, что он умер, а попытались его ну, как-то разбудить, колоть иголками, иначе он боялся очень литургического сна, что его живым похоронят. И вдруг этот очешник начинает скакать. Он закрытый. Это магнитик, там человечек, дырчат этим магнитиком, и он там просто, Гоголь там. Этот черный очешник, он гроб просто. Второе. я думаю, Боровский, увидев бы это, ну, улыбнулся, по крайней мере, я не знаю. Вот, значит, тоже, берет очешник, ставит, и вот как стакан ставит, да, тоже кладет, включает. Там человек читает стихи. Я узнаю, что это Тарковский, Арсений Тарковский. Она начинает медленно сдирать, очешник это, оказывается, металлическая, ну, такая псевдокожая. Она начинает медленно сдирать эту кожу с моего очешника. Он там металлический, голый. А дальше она говорит, а это родственники очешника? И кладет портреты Маяковский, Цветаева, там, и фотографию этого очешника кладет к каждому из них, как могильный камень. Ну, может быть, это тумач, но, в общем, там есть такое, не забудешь. Стихи какие были, не помнишь? Не помню. Шалко. Так, прикрепила бумажку большую, и бумажки вырезает, конечно, а под бумажкой черная, то есть, но у меня иллюзия, что она вырезает белую стену, и там черная. И когда она открепила этот лист, А4, и там черная, она отключила видео, кино на стену. И это Норштейн. А если помните, там в волчке он бежит, 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 и что-то такое в скрученном виде, он у кого-то со стола этот листочек стянул, и бежит с этим листочком, листочком по лесу, по лесу, и оказывается, этот листочек ребенок. и начинает вау, 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 и она в этот момент, вот когда вау, 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 она взбирается по лестнице, оказывается, у нее платье длинное, почему-то оказывается, это все белое, такая белое, белое спускается, она оказывается там, кино гаснет, а у нее в руках ребенок. тоже найти или еще белый лист, вот девочка начинает раскладывать белые листы, вот лист, 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 лист укрывает довольно большое пространство, мы стоим там, где вот вы сидите, а она здесь, она рисует большое, она рисует черной краской линию такую, какую-то странную, одну, на все, и какие-то точки на этой линии и вне этой линии. Никто мне не подсказывал, это зимний пейзаж, вот глядя оттуда, это зимний пейзаж, а дальше она наклоняется, они, наверное, сговорились, она наклоняется, берет один из листов, сколкивает и кидает его в другого, и они все берут эту бумагу и начинают кидаться снежками. В смысле уже кончать? Вмечательный решение. Вот, Дмитрий Викторович, вам будет интересно. Значит, есть такое задание, следующее, я даю два предмета, прибавьте третий, так, чтобы я задумался о жизни. То есть надо за одним, за вторым, третий, вот на что-то, значит, чтобы я задумался о жизни. Значит, одного мальчика досталось, пакет, в котором вы мне как-то что-то принесли, Бахрушинский музей. И второй предмет, это какой-то чудовищный гаечный ключ ржавый. Я специально подбирал предметы, чтобы они никак не были связаны, но чтобы вот провокация, найдите эту связь. Значит, он ставит этот пакет, в котором он вырезал, там же домик изображен, он вырезал окошки, и там свет. Я смотрю на этот пакет, да более мне знакомый, и там свет в окошках. Он говорит, надо подойти. Я подхожу, заглядываю в окошки, а там сидит семья Бахрушина, вот такая, за столом. И вдруг на них, как, этот ключ, и раздавил. А, вот, вот. Одной девочке досталась спутанная веревка, такой канат махровый, как из пеньки, но такой довольно грубый, такой вот, путаная, 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 но канат. И какая-то железка, смысл которой я не понимал, я не понимаю сейчас. Это какой-то штамп, когда штампует что-то, остается железка с дырочками. Вот надо связать. Она кладет на стол. Я вижу, что она до половины этот канат расплела. И каждую тонкую вещь она засунула в дырочку этой железки. И железка, как бы, на половине этого каната. То есть, это как расческа. То есть, я вижу волосы, которые расчесаны этой расческой. А дальше она делает жест. Я иногда вообще там падаю. Откуда у них это? Я не знаю. Она кладет сверху желтый макиндаль. Желтую звезду Давида. Если вы не знаете, что это такое, мы вам потом расскажем. Ну, с которой ходили евреи в Европе. Знак того, что вы евреи, да. Которые обязаны были носить люди во время нацистского... А мы недавно где-то мы были во Франции. Даже коронный музей. В одном музее я увидел книжку вот в времен оккупации в Франции. Семейные фотографии только уже с звездами. Они еще не знали же, что куда это ведет. Они еще не знали. Это счастливые фотографии семейные. Девочки, мальчики, семьи. Только у всех знак. Одному мальчику досталось две монетки. Одна 10 копеек русская, а вторая 10 центов американская. То есть две монетки. Что он делает? Он кладет их на стол вот так вот и показывает на стене фотографию Бродского. идущего в сапогах. Дальше он делает такую штуку. Он все это на листе бумаги, но сливается со стеной. Он ножом так карман прорезает, нужно третий предмет добавить, и достает из кармана Бродского пуговицу и кладет между. Можно я пока еще спрошу об одной вещи, которая меня ужасно интересует лично? Скажи, пожалуйста, ведь очень много работал Давид Львович с Анатолием Васильевичем и в смысле недоверия к режиссеру между Эфросом Лоборовским. Как это было? Как они между собою договаривались о сцене? Папа ему ужасно доверял, ужасно доверял. Он очень любил, ужасно доверял и там никакого недоверия не было, может быть с другим у него был такой опыт. Не знаю. А в плане так, что решение абсолютно опровергало то, что предполагалось? Он приходил Давид Львович что-то приносил, а это было совсем не то, что предполагал Давид Львович. Не помнишь? Нет. Вот. Одному мальчику досталось вот вот эта самая железка, которая была расческой. Я потом спутывал эти предметы кому-то доставалось тоже, но с другим. Это забавно очень, потому что один и тот же предмет может играть оказывается по-разному. Вот это железка и гаечный ключ из другого. Вот его железка и гаечный ключ. Они одного размера оказались. Ну, давай все. Но они совершенно разные. Бросовый товар. Не товар даже, а бросовый. он поставил их так на стол и говорит, закройте глаза на минуту. Мы закрываем глаза, он говорит, можно открыть. И я, когда открываю глаза, я вижу два надгробия белых стоят над этими, вот как женщина, которая рассказывала, каменная. Он их отлил в гипсе и положил вот так вот рядышком. То есть накрыл те настоящие предметы этими, и они превратились. форма осталась, но выдавленная в гипсе. И это совершенно другое. Веет от этого совершенно другим. Это веет вечностью почему-то. Это вот думаешь о тленности жизни гаечного ключа или твоей лично, чтобы был просто в помойку выкинуть. И вдруг это это просто средневековое какое-то надгробие, которое так уходит в историю культуры, что ну не отвяжешься. Понимаете? А, вот последнее расскажу и все. Значит, ей досталась вешалка деревянная, старая, старомодная вешалка такая. И большой гвоздь я где-то нашел. Такой потом такой длинный вот и загнутый немножко. Ну, старый откуда-то выдернутый. А, мне подарила бы Рахельгаус, потому что когда была реконструкция его театра, нашли там где-то там вообще все. Гвоздь и вешалка. Она говорит, надо кино посмотреть сначала. Я говорю, ну давай. Показывает чудесный фильм Netflix про, как они называются, киты такие с длинным, не морал, а нарвалом, с длинным таким вот такой штукой. Я думаю, во-первых, фильм потрясающий. Это такая нежность у этих огромных созданий. Они в айсбергах плавают. Вот если айсберг имеет трещин, вот такой вот, а это уходит туда на много десятков метров. И они один за другим в этой трещине вот так вот плавут, не касаясь друг друга своими носами. Как они друг с другом, я не знаю, что они там делают, но как-то нежно-нежно. Вот этот фильм проходит просто, мы смотрели 10 минут, просто я думаю, как бы не кончалось. Она говорит, сейчас. уходит куда-то в ванну, в туалет и выносит маленького нарвала. Она взяла, купила темно-зеленый кабачок. С одной стороны это вешалка, как бы его хвост, а с другой стороны этот гвоздь. Но она этот кабачок смазала маслом. Поэтому, когда она мне его дала, я почувствовал просто, ну не знаю, маслянистая кожа этого кабачка, ну просто как будто она, я испытывал ту же нежность, которую я смотрел там. И эта вешалка и гвоздь превратились для меня просто в какое-то, ну, просто разрывание какое-то до некоторой степени. Ну, в общем, вот у меня сейчас еще несколько. Ну вот, например, одному мальчику досталась утка. Кто-то мне подарил после спектакля Хемингуэй, там у нас утиная охота. Вот утка такая, знаете, для приманки такая пи-пи-пи, которая пищит такого размера. Значит, и красный кубик. Откуда он у нас? Я не знаю. Красный кубик. Значит, он прикрепил утку и кубик. И маленький проектор начинается, ну вот если это утка, предположим, такой размер, то вид кино вот такой. Если кубик такой, то вид точно такой же. Два формата. Кубик становится на каком-то кинофоне. И это становится на каком-то кинофоне. Здесь небо и летят утки, а здесь красное в живописи. Купание красного коня, мандриан, ну везде, где есть красное, этот кубик становится частью какого-то красного в истории из живописи. А дальше вот что. Одну утку убивают и она медленно летит вниз и барахтается, а красный квадрат становится черным. Какой же предмет удавал? А? Какой же предмет удавал? Кино. Ну, знаете, бывают такие вещи, когда уже не хочется придираться, кино это предмет или не предмет, а там он пуглицу вытащил, уже как бы четвертое, думаешь, ладно, что-то пошло, это знаете, как вот вчера роль Мниш играла Маша Смольникова, а до этого играло еще трое, она вчера единственный и первый раз. И она сыграла так, что просто у меня в зобу сперло, но она говорит, а я вот только, вы знаете, здесь я забыла, надо идти вот сюда, а я бы не пошла сюда. Я говорю, Маша, какая разница, куда-то пошла. Так и здесь тоже, бывает, что-то открывается, и уже не важно даже, ну, так вот, а, последнее, последнее, все, у меня уже больше нет, вы выдержали, все. это белый лист, одна девочка сделала с запозданием, значит, стол освободился, он черного цвета, она кладет, значит, два человека кладут листы, вот так, 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 вопрос, ответ, вопрос, ответ, вопрос судьи, Бродскому на суде, и ответ Бродскому. Там, почему вы не работаете? Вот, я пишу стихи, это не работа, где вы работаете? я больше никуда не работаю, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, качается тем, когда стол качается, значит, а у них у каждого пачка в руках. Один говорит, судья говорит, а, почему, кто вам сказал, что вы поэт, если вы нигде не учились? Это долгий разговор такой, бюрократа с поэтом. И она вынимает лист, на котором не напечатано ничего, он пустой, но она взяла из таких макароны с шрифтом, маленькие, где а-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе, она покрасила их в черные все макароны. И это такой, такая горсточка шрифта черного на белом листе. А ответ его такой, я думал, что это Бог дает. И вот Бог дал вот на белом листе вот такой вот шрифт, он не разобранный, ничего не написано, еще вот делай, что хочешь. Такая корсочка пепла. Что же будет на пятом курсе? Можно спросить, скажите, пожалуйста, у Боровского откуда он брал вдохновение? То есть, было ли оно на любой потоке? Я не знаю, как-то не тот человек, с кем можно было на эту тему поговорить. То есть, он не открывался, То есть, тебе это не было? Не, ну что, он совершенно другой тип человека. Он был очень замкнутым, очень закрытый, вообще говоря. Когда он написал свою книгу, мы все ее прочли, уже его почти, почти до грани его, это было, скажем, необычнейшее откровение. Правда, Оксана? Мы так много о нем узнали? Нет, он вообще, вот я у него год проработал, он ничего мне, ни то что не учил, вообще мало что говорил. Один раз только это было удивительно, но это было, я сделал ему макет, и сделал макет, и вот он пришел, я ему показывал, так посмотрел на обратную сторону, и я говорю, вот здесь некрасиво, на обратной стороне. Я говорю, ну это же никто не видит, он просто поднял на меня глаза и посмотрел, больше ничего. Стыд залил мне лицо. Скажите, пожалуйста, а чему нельзя научить? Таланту. Талант можно развить, научить нельзя. Скажи, пожалуйста, теперь, когда ты стал режиссер, а все-таки значимый часть своей жизни ты прожил как сценограф, в тебе это как-то вступает в конфликт? Как ты считаешь? Нет, какой конфликт? Это мне помогает, только я понимаю, как что-то можно сделать. Нет, какой конфликт? Какой конфликт? Какой из последних спектаклей, которые вы посмотрели, больше всего вас впечатлил с точки зрения сценографии, визуального вообще? Это трудный вопрос, трудный вопрос. А вообще, последнее, что ярко впечатлило? Что-то было. Скажи, а сценография вообще, она с чего начинается? Я имею в виду, когда ты уже работал. С родины. В том смысле, что мы родились здесь, в этом смысле да. Но вот ты зовешь художника, ты как режиссер, или, например, любимый Филип Петрович зовет Боровского. Вот что происходит? Какие-то ставятся, какие договоренности? Какое у вас заговор? Я могу только про себя говорить. Я обычно зову своих учеников, только и все. Они как-то понимают меня, я их. И до какой-то поры, какой-то период они не комплексуют, что, ну, я знаю, что мне нужно. А если им что-то хочется такое, покуражиться на стороне, так, пожалуйста, весь мир к их услугам. Потом им надледает обычно такое знание мое, они уходят. Ну, это печально очень. Иногда потом мы встречаемся на другом витке их развития, когда уже комплексы у них преодолены, деньги заработаны, и вообще они понимают, что они в этом дело. Ну, тогда мы работаем. По поводу Ченкова, а вы вообще критикуете своих учеников? Или они рассчитывают как-то на вашу критику? По-моему, я только и делаю, что критикую. Но это, мне кажется, такая, это не критика, это разговор просто. Нужно критерии, критерии. Вот, ведь все дело в том, что мы написали, вот, как я говорю, систему оценки, самооценки. Я вообще говорю, я вам больше не нужен. Вот смотрите и делайте так. Вы сами смотрите на это. Вообще, в первый день можно составить такой список. Я вам дал ключ. Дальше все пять лет можете, я могу не приходить, делайте так. Смотрите сами и думайте. Есть это? Вот первое, второе, третье, четвертое, пятое, штое, седьмое. Ну, а так это как? Что это? Какой список? Ну, у меня его сейчас нет, но, скажем, первое, это вот, как я сказал, укол, удар, какой-то удар должен быть. То есть, ну, какой-то образ, образ сразу, ну, не знаю, как вам сказать. Ну, даже пустота может быть этим образом. То есть, это вообще может быть самый сильный образ. Только вопрос, в каком театре, как она оформлена. Пустота же не бывает пустотой, ее надо как-то сделать, эту пустоту. Потом, там она должна быть личная, там должны быть отпечатки пальцев твоих. Она должна быть сделана тобой. То есть, в нее должен быть, вот этот укол должен быть на базе твоего желудочного сока. потом, после первого укола обязательно, ну, в хорошем случае, должен быть второй и третий. Один, это, в общем-то, слишком просто. Даже, тем более, к театру относящийся, потому что спектакль, длительное произведение, и одним ударом крысу не убьешь. Ее надо бить много и долго. Она живучая, публика скучать начинает. Это крыса. Надо ноги, это припасти, это припасти, это припасти, это припасти. Тем более, сейчас, это я не знаю, как в Амхат, приходили вот смотреть семью Брозоровых. Вот, приходили в гости к Брозоровым. Вот, ну, другие нервы были. У них не было, у них не было ни мобильных телефонов, ни ничего. Вот, если я вот такое вот вижу в зале, вот, как вот вы сейчас смотрите, мобильный телефон, я думаю, что публика соскучилась. Я начинаю просто ужасаться. Надо просто долго выстрелить, как-то не сделать. Что-то надо сделать. Это зависит от каждого. Просто от каждого. Это и есть, собственно, это и есть, собственно, работа. Поэтому сценография, это пустой звук сейчас. Это ничто, по-моему. Нужно в сговоре с режиссером, с актером, с художником сделать такую систему, которая погрузила бы человека в полуторачасовой, или в двухчасовой, в девятичасовой, некий транс, который бы его обогатил бы. Вы не надолгоете? Ну, естественно. Может быть, даже что-то отняв. Отнимание. Обездолить тоже можно. Отнимание, это умное отнимание, это разновидность обогащения. Я вообще, вот мой первый удар, например, мой, это вот если вы сядете, да, вот я сильно ударю по стулу, но не дам вам упасть, а подставлю другой. А потом третий, а потом четвертый, а потом скажу, ну посиди, что ты дергаешься. А потом еще что-то сделаю, потом цветы подарю, потом воду. Я не знаю, что-то, это рецептура каждого. А что вы спросили? А вторая часть вопроса еще. Скажите, а как вы относитесь к бесконечному времени совершенно забитному приему, когда все время транслируют на стенах крупных лагартистов и бесконечных? Ну, что мы будем о плохом говорить? Мы же собрались поговорить обо русском. вот сейчас вас спрашивают, вы не знаете, сами сказали. Короче, про кино в театре что ты думаешь? Не про кино, а про то, как демонстрируют близкое лицо артиста и с микрофоном. То есть, предполагаю, даже сейчас, после десятков тысяч использований, возможен способ использования этого, так что я вздрогну. Вполне возможно. А вы пользуетесь? Так, чтобы крупно лицо артиста? Да. Нет. Но я, может быть, мне не понадобилось, я не знаю. Вообще, возможно, все. Не надо думать. Так можно говорить, что дерево открытое. Ну, знаете, уже дерево, фу, дерево, это уже там, кто только не делал дерево. Мешковина, мне отошли тут мешковины. Вот это и надо почувствовать. Это и надо почувствовать, вообще, в каком дне ты живешь, в каком, не только в веке, или десятилетии, и даже годе, а в какой части этого года, когда что? Когда Брексит уже совершился, или еще не совершился? Вот они там сговорились, как будто нам какое дело, и все равно это важно. Это вообще все важно. Война в Сирии сейчас на каком этапе находится? А что такое Трамп? А что такое Украина? А что такое на Дальнем Востоке делается? А Китай? И вот, подите, сделайте Островского в этом мире. Вот. Вот это интересно. Вот я думаю, Давид, он умел, знаете, вот как, ну, как вот, такой штекер, знаете, не две вилки, а серьезных приборов, их там, пять-шесть. Вот, как вот это найти и воткнуть? Это высокое напряжение. Но для этого нужно, чтобы все палочки зашли во все дырочки. Вот. Ты услышишь чпок. Вот когда ты этот чпок услышишь, тогда дело сделано. Вот, ты знаешь, как удивительно, вот Ольга не даст соврать, Егоршина, в этом, в этом сезоне мы уже видели три спектакля, в которых есть «Распятие» и «Крест». Где еще? «Распятие» и «Крест». У Бутусов, у Панкова и у Федя Малшева вот только что. И да, конечно, экраны, естественно, присутствуют в Пергюнте и у Бутусова и у Малшева. Ну, понимаешь, когда, так как ощутственная фраза, когда «Распятие» становится трендом, это согласие странно. Конечно, но я бы это включил в список, мы на каком-то из курсов составили список, чего нельзя делать. Не нужно ставить колонну на сцене, я уже не помню, колонну, дверной проем вот такой нельзя ставить, там еще что-то, наверное, там «Распятие» тоже было, и оболочку иконы, как это называется. Без икон, оклад, да. Не надо делать. То есть, на самом деле, и то, и другое третье можно сделать. Можно. Но только это очень опасно делать неопытному человеку, потому что ты хватаешься за это, или как за необходимость ты делаешь войну и мир. Ну как же без колонн, да? Или там, не знаю, он вошел в комнату, ну, две дни, ну, на это, возьмем, он войдет в комнату. Или же, ну, или же, не знаю, но Боровский, например, в, не знаю, по-моему, в Вишневом саде, один из его Вишневых садов замечательный с колоннами, он в Греции сделал. Потому что белые колонны или черные колонны покрасил белыми, или белые колонны черными. В общем, это был сад. Из колонн он сделал русский сад. Из греческих колонн он сделал русский сад, просто покрасив их снизу и звездкой. Вот так. Можно сделать колонны? Можно. Можно. Но только нужно понять, ради чего, и понимая, что людям это вот так. И дверные проемы, и оклады, и много чего другого. Но потом оказывается, что проходит время, и сейчас можно, придав этому какое-то значение другое. И публика будет благодарна за то, что они думали, что надоело, а на самом деле не надоело. Это все равно, что с Чеховым. Знаете, как бы Чехова не надо ставить, потому что он вот так. Но вы будете благодарны, если вы придете и увидите Чехова, и выйдете и скажете, Господи, я думал, он мне надоело, а это такой прекрасный писатель. Нам надоело, скажите, да? Нет, на самом деле действительно надоело, потому что, как вы себе представляете, слова произнесенные актером, актрисой, там, трам-пам-пам-пам-пам-пам. Усталость текста есть такая вещь, такой же, как износ металла. Чехов очень все-таки нагруженный трактовками текста. Да. Есть опасные вещи просто, которым нужно приближаться с умом. Но вообще-то дело в кладовой, которое ты там делаешь. Все же думают, что с умом приближаются. Вот сейчас приближаешь в Чехов с большим умом. Что же делать? Что же делать? Ну, пусть каждый думает, как он может. Ставить, что делать? Ставить, что делать? Пожалуйста, прошу вас. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Медлендович, скажите, пожалуйста, для вас театр это для театра для себя или театра для потрясения или театра для зрителей для идей. Что для вас? Для себя? Чистые газы. Апистолетные газы. Когда ты Костю Ракина спросила, это же самое. Он мне дал замечательный ответ. Мне кажется, он всем годится. Чтобы стать лучше. Медлендович, что я не знаю, я не знаю. Ну, на самом деле, у меня очень похожий вопрос по смыслу был, потому что я хотела спросить, что важнее для режиссера понять, увидеть какую-то мысль, пришедшую в голову драматургу, ее, как таковую, ее донести до зрителя или найти ее через себя, в себе какой-то уже собственной. Ну, вы же Станиславского читали? Да. Ну, там все это сказано. Вот второе, конечно. Откуда вы знаете, что хотел Чехов? Ну, вот прочитайте все, все его письма, вы не узнаете это. Вы не влезете в кожу этого чахоточного человека, который женился на актрисе, которая к нему не приезжает в Ялту, и у которого считаны постельные белье, которые маркированы, чтобы отдавать... Вы не знаете это. Как вы узнаете? Вы женщина, он мужчина, он умер, вы живы, вы такого возраста, он такого. Он жил тогда, вы сейчас. Это вы не узнаете никогда. Вы только можете почувствовать оттуда какой-то толчок, который вам имеет значение, для вас имеет значение. Скажите... Вот это, извините, это вот то, на самом деле, про что я и говорю, это и есть Боровский. Вы же почувствовали нежность к бочке, которая была в Анна Маска. А чему это противоречит? Я понимаю, что этот самый толчок, вот вы проявляете, вы с меня сказали, мы уже на актрисе было на первом на объеме. Ну вот, скажите, вот это сделала такая девочка, она такая, ну, как бы умная очень, она на ЕГЭ, так как только что было, она получила 98, я не знаю, это, по-моему, что-то необычное. Я думал, что она, ну, просто умненькая девочка. И вдруг начала такие вещи приносить, это мне говорит не о нарвалах. Ну, что мне нарвала? Мне это говорит про нее. Я думаю, боже мой, ах ты моя умненькая девочка. Ты мне просто ребенка даешь в руки, что ли? Я не могу просто сдержать чувств. Вот что. Это про мужчину и женщину, про, не знаю, про все на свете, а не про нарвала. Так что, не идея людей, заложенная, которые сделали фильм, в нашем понимании Чехова, а про себя. Я ее считываю, понимаете? Я, собственно, на большую роль. Да. А можно еще... Сейчас. А с актерской точки зрения, это то, что, по сути, бессмысленно идти до конца от персонажа, которого ты никогда не видел, он существует лишь в тексте. То есть там... Вы Станиславского читали? Там все написано. Не надо идти до конца. Это актеру роль. Актеру роль 50 на 50. Вы отталкиваете себя Гамлета, и чтобы легче себя чувствовать, вы в предлагаемых обстоятельствах, Гамлета. Представьте себе, что у вас убили отца, и вы знаете, кто, а больше никто не знает. И что? Это сомнительно, потому что это было привидение. Все, действуйте. Одну секунду. Вы действуете. Вот в этом и суть. Я вас вижу, вас вижу. Я дам слово даме сначала. В этом и суть. Извините, в этом и суть, потому что это важно, это кардинально. В этом и суть, не выводите себя из зоны ответственности. Я хочу про вас. Про него-то я все понимаю. Я хочу про вас, про вас, про вас, про вас, про вас. Кто вы такие? Я же не знаю, сейчас я здесь, а вы там. Вот выходите, я хочу знать, кто вы. Кто вы? Как вы, жизнь, в которой вы живете, я же я тоже не знаю. Как вы ее трансформируете в этот рояль, покрытый таким вот, что это, плюш, да, такой, наверное, да? Вот поставите ли вы на сцене вот такой рояль вместе с такой вот табуреткой? Вообще, кто вы? Вы мне скажете, соединив два предмета. Все, я пойму. Жалко. Дмитрий Анатольевич, а когда ваши студенты будут показывать на зрителя, играть на зрителя спектакль? Ну, еще какое-то время должно пройти, так сразу не бывает. А не актерский тоже? Что? Там и актерское мастерство в вашей. Нет, нет, художники пока, мы делаем маленькие такие, ну, не спектакли, но, как бы, ну, они и актеры тоже, ну, не актеры, они просто представляют свои идеи. Я проуколок, вы говорили. Про уголок? Про уколы. Помните, сначала, один укол, второй, третий. А когда по-вашему наступает грамм, когда уже перегон садить этих уколов? Бывает ли? Нет, я имею в виду, уколы не только болезненные, но это хорошее понятие, укол. Уколы, вот что, я когда вот живописи начал заниматься, я довольно долго этим занимался, я понял, что, ну, для себя понял, я не знаю, как каждый понимает свое. Вот ты идешь, километр живописи, подсадыхая, просто километры. Значит, что нужно от картины вначале, чтобы она тебя остановила? Во-первых, это и есть укол. Первый. Просто, во-первых, остановиться и посмотреть среди тысяч других картин на эту. Дальше ты можешь сделать так, есть несколько вариантов. Ты можешь идти, 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 и сказать, а, интересно, можешь пойти дальше. А можешь пойти так, уколы должны быть расставлены на определенном расстоянии друг от друга. Вот так, о, интересно, что? Да. О, слушай, пойди сюда, посмотри. Нифига себе. Вот я уже изображил четыре или пять уколов. Тогда это прорастает, а когда это кончается, это не кончается, это вырастает там дерево. Это и есть образное мышление. Вот, собственно, к этому я и стремлюсь с моими учениками. К этому я и стремлюсь. Образ – великая вещь. Великая. Потому что это нечто, распускающееся у тебя внутри, как цветок. Это не может выйти. Это становится частью тебя, частью твоего понимания мира, частью твоего опыта, и частью того прекрасного, которое поможет тебе, вот как Луковичка у Достоевского потом спастись. Это грандиозная вещь. Мимо Ван Гога вы не пройдете, остановитесь, ну, не только потому, что вы знаете, я вас уверяю, что это Ван Гог. Вердий Анатольевич, скажите, пожалуйста, что в вашем понимании современный театр? Театр, который обладает вот этими пятью или семью уколами, личными, имеющие отношение ко мне. Я сейчас не взял эту схему, но она очень простая. Это ребята сами сказали. Мы просто выбрали из их наиболее четко сформулированные вещи, и все. Вопрос, понимаете, когда работаешь, вопрос в самокритике. Это мужественное дело, это нужно себя к этому приучить. Потому что человеку свойственно успокаиваться. Ну, как бы есть, но укол, ну, есть вроде. Знаешь, я только что Роберт Суров сказал, что если человек не за 10 минут перед сном не скажет себе абсолютную правду, он театром заниматься не должен. Вообще. Это кто сказал? С Турова. Кстати, завтра у нас свой мастер-класс. Это очень жестокое и жесткое дело, но только оно способно привести к какому-то результату. К сожалению, я уверен. Ну, вот если там есть вот это все, почему это не современный театр? Что такое современный театр? Это то, на что реагирует современная публика. Почему костры жгли у МХАТа, чтобы попасть в МХАТ? Потому что он отвечал вот этой интеллигенции заброшенной или не заброшенной и этому театральному сообществу Снопскому. Он отвечал многим потребностям. То есть, Таниславский услышал этот гул и ответил на него в той форме, в тех формах, которые тогда, мы можем над ними смеяться сейчас, когда уже Брехт, Вахтангов, туда-сюда, Пятое-десятое, Сто и все. Но это тогда было вот так. Поэтому они костры жгли. Вот современный театр. Это разговор современной публики с современным художником. Ты не думаешь, что понятие современности очень расслоилось именно на наших глазах современного театра? Оно очень разное. Потому что очень много публики разной. Одной части публики нужны это, а другой это. Но, ну, конечно, разное. Живопись тоже бывает разная. Живопись тоже бывает разная. Пожалуйста. Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, а насколько для вас схожа работа режиссера с артистами с работой мастера курса со 70-ми художниками? Ну, это совершенно две разные вещи. Совершенно две разные вещи. Это как правая рука и левая рука. Они соединяются? Нет, много общего, конечно. Ну, то есть, работают актеры, актеров я не учу. Актеры, с актерами я делаю. С актерами я делаю. Более-менее успешно или неуспешно, но, в общем, с ними я делаю. А со студентами я их учу мыслить. Вот в этом вся разница. Актеру я могу показать, как сделать. В крайнем случае. Ну, это не в крайнем случае, это даже просто обычное дело. А студенту я могу показать, но для того, чтобы. Он никогда это не будет показывать. Он просто поймет, что из этого, ну, какого-то предложения можно сделать, я никогда не ухожу, оставив предложение не до Тунканом. Даже если оно какое-то вот такое манная каша, мне нужно показать, что из твоей манной каши можно сделать Клода Мане, Тернера, я не знаю, это будет такая манная каша, которая, не сделав, они должны ощущать, что в них это все зарыто. В них это все есть. Только надо уметь вынимать, сочетать и придавать форму. Но в них это все есть. Это, ну, это разница педагогики и делание спектакля. Делание спектакля это, ну, как лесорубы, понимаете. Исследователь дерева и лесоруб это разные вещи. Там это, ну, а здесь? Спасибо. Мы говорим сегодня о Давиде Львовиче Боровском. Секунду. У нас в зале присутствует человек, который с Давидом Львовичем работал. Можно я к Оксане Мульник тоже обращу вопрос? Оксан, вот твой урок от Давида Львовича в чем? Ты неприятная, очень. Ну, действительно, я немного работала с Давидом Львовичем, в основном работала с Сашей, но было счастье в моей жизни, и я два спектакля делала с Давидом. И я ужасно боялась, естественно, потому что я практически театром решила заниматься только благодаря Давиду, потому что я увидела его работы на Драганке, и поняла, что это какой-то космос, и я была бы счастлива как-то вот тоже приблизиться к этому. Никогда бы в жизни я не могла быть сценографом, я считаю. Мне много раз предлагали этот спектакль, как сценографом, но это... я на это никогда не решалась, потому что был Давид. Только поэтому. Потому что как у Давида... Знаете, как у Чаплина у вас не получится. Вот как у Давида не получится, а на другое я не согласна. А Давид Львович... Ну, работать было с ним, естественно, интересно и очень... очень почетно, что ли. Я не знаю, ну, как-то сказочно, понимаешь, это вот... Он тебя не подавлял? Нет, он никого, он вообще никогда никого не подавлял, понимаешь. Появлялся Давид и наступал покой, рэбэ, его... Каждая фраза это просто, знаешь, он из себя эти слова так вкусно вынимал и каждое его слово, оно было как навес золота, как капля мудрости какой-то, знаешь, как бы... Как, ну, не знаю, как лекарство. То есть у тебя что-то с тобой происходит, что-то ты не понимаешь, не можешь сам о себе объяснить. И когда появлялся Давид, то молекулы вот нашего организма, они становились в полной гармонии с окружающим миром. И как-то так. Но я уже тебе это рассказывала, что самое, наверное... Ну, смотрите, что такое счастье? Было ли счастье в жизни? Это какие-то секунды. Счастье таким вечным быть не может. Оно непонятно, из чего может сложиться. там, знаешь, как обычно говорят, рождение ребенка, это счастье. Ну, это понятно. Но на самом деле ты можешь ощутить счастье от того, что ты вышел вот именно в эту секунду из дома, и в эту секунду начался дождик, и как-то ветерок дунул, и вдруг в тебе что-то такое, какие-то ощущения, воспоминания, ассоциации, что-то все совпало, и получилось какое-то такое мироздание, в котором ты ищешь счастливо абсолютно. Но это секунды. И вот Давид мне подарил несколько таких минут, потому что я уже говорила, что для меня Давид это абсолютно как икона. И я еду в машине, пробка, у нас вышел спектакль, мы сделали в Малом театре с Сашей Боровским и Женовачем, мы сделали мнимого больного. Два раза меня Давид хвалил невероятно. И вдруг телефонный звонок, я вижу, что звонит Давид, беру трубку, он мне говорит, Ксюша, я тебя поздравляю. Таким медленным своим голосом, он так, не быстро, и он говорит, я посмотрел твою работу, это великолепно. Я тебя поздравляю. То есть это вообще просто неописуемо, потому что это как Господь попа мне позвонил и сказал, что я тебя поздравляю. Вот приблизительно так же. И второй раз тоже он тоже меня поздравлял. Это после мы сделали в Амхате опять же жену врачом и Сашей мы сделали Дни Трубенных Далугварджа. И тоже Давид меня очень хвалил за те шинели и за дубил гвардейскую форму, в которую я нарядила артистов. А вообще Давид, он был нашим другом, близким, очень нам человеком, и мы его часто видели, естественно, он был у нас дома. И это всегда было потрясающе, потому что все, что говорил Давид, хотелось запоминать, впитывать. И он это правда, это была вот такой глубины человеческая личность, что во-первых, мне кажется, что Давид был эталоном порядочности не только в искусстве, но эталоном порядочности в человеческих взаимоотношениях, как он работал в театре, как он общался в мастерских, как он общался с актерами. То есть несмотря на то, что мне кажется, для сценографа актер мне такие художники попадались в основном, что актер это такой материал, который тоже декоративный материал, который как бы существует в тех декорациях, в том решении, которое предлагает художник. То есть актеры немножко такие нежилые существа. То есть пусть им будет неудобно, пусть им будет о них думают в последнюю очередь на самом деле. У Гавида этого никогда не было. Он мог сделать неудобную декорацию для актера, не потому что он его считал какими-то манекенами, это было решением для того, чтобы вытащить из актера совершенно другое нутро, перевернуть его, чтобы он в своей профессии достиг каких-то новых стула. Вот для этого, а не потому что ему было наплевать удобно актеру находиться на сцене или нет, пустота их и стула или нет стула. Потому что мне кажется, что есть такие сегодня сценографические какие-то решения, которые только для самовыражения художника. Это тоже не очень правильно, мне кажется, это мальчике такое мнение. Мне кажется, что все-таки хорошо, когда какой-то сговор происходит все-таки. Трудно быть Боровским. Спасибо, Оксана. Боровским невозможно быть, больше невозможно. Два последних вопроса, пожалуйста, может быть, три. Да, слушаю вас. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы рассказываете про структуру уколов и про то, что вы со своими студентами делаете что-то вроде спектакля, по крайней мере, я не представляю свою работу. И у меня появился вопрос, где заканчивается сценография и начинается режиссура? Нигде. Нигде? Сгол. Конечно. А раньше это было по-другому? Раньше было по-другому. А в чем разница? Ну, есть биология, есть физика, есть биофизика. В чем разница? Были великие физики, были великие биологи, а есть великие биофизики. Но это другая наука, это на каком-то молекулярном уровне что-то другое. Я не представляю себе в той манере, в которой я работаю, художник, который там скажет, да нет, я тут сделал так, так, ты приспасай, это исключено. Мне такой художник не нужен, даже если это какой-то ой-ой-ой. Просто не нужен. А ему, наверное, не нужен я. Нет, может быть и так, может быть и так. Вообще театр многообразен. Ну, выбирая, как сказать, пантеру, это не значит, что нет хорька, суслика, лисица. Ну, это животный мир, это современный животный мир, это театр, театр, кто вы, вот вы сговоритесь с художником, это будет театр, предположим, это будет театр не такой, как я сейчас рассказываю, и даже, может быть, там не будет образов, предположим. это допустим, все возможно. Вообще ничто, это надо попробовать это, 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 чтобы понять, где твое, где твое. Я рассказывал уже много раз, как мы с Синявским, вот нашим старшим товарищем, Андреем Дмитриевичем, с Синявским, ну, наверное, если не представляете, сейчас не буду рассказывать, но это очень уважаемый человек, мягко говоря, во Франции, значит, он нас повел впервые, вот, сына в китайский ресторан, с женой, и там мы увидели впервые меню китайского ресторана, ну, это, сейчас мы уже ко всему привыкли, но это тогда было, это был 90-й год, это невероятное, что, и это, и это хочется попробовать, а он заказал пельмени, глупцы, ладно, идем второй раз, он говорит, глупцы, когда в третий раз он сказал глупцы, я говорю, Андрея, ты почему вы все время глупцы заказываете, он говорит, я все попробовал, старый лагерь, который пробовал все, так что, нет, нет никаких законов, нужно почувствовать, сговориться, и сделать то, что вы почувствовали, вот и все, вот от этого не надо уходить, не надо, знаете, как у Хемингуэя правило для молодых писателей, замечательно, нужно понять, что ты чувствуешь, не то, что кто-то почувствовал, а то, что ты чувствуешь, и описать это максимально простыми словами, других секретов нету, нужно еще не вопрос, что для вас театральная афиша сейчас? Что такое театральная афиша? Ну, то есть, как вы, то есть, театральная афиша делаете? Афиши? Да, афиши. В смысле, к журнала? Нет, в смысле театральная афиша. Листочек, на котором написано название спектара. А, афиша в смысле художественный плакат? Да. Ну, это сейчас уже нет его практически. Не нужно, умирает. Наверное, к сожалению, потому что там работали очень хорошие художники, это очень, ну, не знаю, я как-то перестал их видеть. Я как-то говорил с Женей Добровинским, такой замечательный художник, который сделал очень много хороших афиш. У него будет выставка в Афишском музее, кстати, по-моему, афишка как раз в скорости. он мне сказал, что умирает. И в этот момент, когда он это сказал, я подумал, да, действительно, я их как-то нигде не вижу. Сейчас же нет этих тумб каких-то там, что-то. Нет, есть, немножко. Есть, нет. И тумбы есть в интернете, театрные. Да, ну, тогда что? Как я отношусь к ним? Хорошим, хорошим, плохим, плохим. Афиша? Ну, вообще, в театре все важно. А что-то мне еще какой-то знак? Да, в театре все важно. Вот все. Все. И афиши, и гардероб, и номерки, которые ты получаешь, и как тебе гардеробщик это выдаст. Все важно. И туалеты важны. Все важно. Ты приходишь, вечер, этот вечер должен стать частью твоей жизни. Я по-русски понимал, как никто. Пожалуйста. Здравствуйте. 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 Вы говорили про то, что каждый считает себя в проект Стави Чехова, и про то, что есть комплексы, через которые проходят вот важные деньги, которые выпускают свой фаспорт, за какое-то время. Есть ли что-то, что помогает вот это вот ощущение того, что ты кто-то, кому все позволено, перерастись быстрее, там, я не знаю, или с наименьшими потерями. Можно у меня учиться. Чуть быстрее будет. Меня никто этому не учил, на самом деле, я говорю, ребят, вам повезло, я вам все-таки выдаю систему, которая у меня отфильтровалась. Может быть, она неправильная, есть другие системы, но она похожа на систему. Похожа, я не знаю, система это или нет, но она похожа на какие-то ступеньки. А так прыгать, скакать, как козел на лужайке, можно всю жизнь. И тоже вроде наестся, но как-то, в общем-то, нужно, мне кажется, сознательно. Или сама могу работать в системе. Вот как в Анголе, он же никому не учился, он пошел учиться в академию и через месяц ушел, ему не понравилась эта система. Вот говорят, он не учился, не учился, в Анголе. Он пошел учиться, через месяц ушел, ему не понравилась эта система. Сам придумал свою систему. Пожалуйста. А у меня все, давайте до вечера. Чего? Вы же принесли еду. Последний вопрос. И выпить. Можно ли туда что-то за студентом придумать? Потому что очень хочется. Только левым образом, только мало и только через меня, потому что продюсер ничего не дает. Он очень строгий, он потратил огромные деньги, он хочет их вернуть. Мы поговорим об этом после спектакля. Поговорим об этом после спектакля. И еще по этому... Там нет места же, понимаете, там нет места, куда можно было бы поставить... Так, все, все это мы сейчас не обсуждаем. Пожалуйста, самый последний вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Поскольку мы здесь актерские пустили, у меня вот такой вопрос. как сыграть Нину Завечную? Давайте. Как по вашему мнению, какое качество для артиста самое главное? Без какого прямо не обойтись? Без таланда, и так понятно. Ну, понятно, это понятно все. А вот... Одного нет. Вы знаете, я писал как-то своим актерам, это был очень длинный список. Но я вам могу сказать на примере американских актеров, которым... перед которыми я просто преклоняюсь. Значит, некоторые качества. Одного такого я не знаю. Ну, как бы, без обаяния лютого или другого. Ну, вряд ли. Но это понятно. Как говорится, вижу понятно. А... Вот чем они меня просто купили? Купили просто полностью. Они сразу бросаются... Вот у них... Ну, я же не занимаюсь их подготовкой. То есть у них подготовка как у спецназа такого американского вот в кино. очень сильная. И психологическая, и... Но это на таком уровне серьеза и самоотдачи все тут же делается, что нашим актерам, ни студентам, ни выпускникам, ни маститым актерам это не снилось. Я такое сейчас видел у Трибунсова. Вот он такой. Вот он такой. Он возвращает с прибытком. Я получаю с прибытком. Или тут же вижу, что не надо. Говорят, что не надо? Это не надо? Давай, 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 а... С ним как бы... Ну, как грести вот в одной лодке. Знаете, нужно синхрон... Если я так, а левое весло... Знаете, я должен переспать с тем, что вы предложили. Я завтра подумаю, попробую сделать. Так. Поначалу ты уважаешь это. Типа, человеку надо подумать, думать, да, он подготовится. Это ерунда все. Это русские дела, которые только тормозят процесс и создают ощущение вседозволенности. А вообще-то кидаться в... Азарт. Азарт. Вот что важно. Азарт. Азарт и любопытство. Любопытство к предложению режиссера того или другого. Не хочешь к нему, не иди. Это же актер-художник, Не надо, что мы там должны... Да ничего, никто никому не... Ну, зарплата? Ну, тогда вы выбираете зарплату. Тогда идите, играйте, как хотите, я не знаю. Я не знаю этого, понимаете, просто не знаю. Азарт. Обаяние азарта. Изъязвленное, тырчатое сознание такое, знаете, как готовность к предложению. Ну, как пантера, знаете, только надрессированная пантера. Прыгай сюда, она уже там. Нет, знаешь, не так. Возвращайся. Посиди немножко. Хорошо сидит. Это удивительно. Это просто удивительно, вот то, что я там видел. И то, что у некоторых актеров есть здесь. Это не исключено. Например, Маша Смольникова она никогда не делает сразу. Вот, пожалуйста, исключение. Вот, хорошо, я понимаю. Я думаю, я знаю уже, что надо оставить. Она принесет потом. И я получу такое, что не ожидал. Хотя то же самое, что я просил. Да. Ученики Дмитрия Крымова, позвольте заметить, как критик, не похожи ни на кого другого. И это как раз тоже то, что, как бы сказать, не роднит, а отчасти продолжает линию Боровского. Потому что, что, кроме как, мучительное движение к истине, к постижению ее отличает художника. Давайте поблагодарим нашего сегодняшнего дня. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok